Всем большой привет! Сегодня суббота, 20 какой-то апреля, 27 по-моему апреля. В общем, я с утра думала, чем мне заняться. У меня два варианта. Это либо стройка продолжать делать прихожую, либо продолжать убирать на участке. И я решила, поскольку погода вроде бы неплохая, всё-таки продолжить уборку на участке, потому что на следующей неделе обещают не очень такую хорошую погоду, там дожди. И пока сейчас земля немножко подсохла, можно хотя бы поубирать и перемещаясь в зону огорода. Вчера я убиралась возле дома, в зоне отдыха. Немножечко там поубиралась на клумбах. Ну, в целом там у меня более-менее порядок. Остаётся там только в районе подхода к участку, но там нужно делать отсыпку, нужно будет заказать песка. А по поводу песка я смогу узнать только на следующей неделе, в будние дни, смогут ли мне привезти его. Поэтому решила переместиться в сторону огорода. И начать я хочу не с самого огорода, а с той зоны, где у меня самая ужасная обстановка. Это за теплицей. Здесь почему-то осенью я не убралась. Не знаю, по какой причине, но, видимо, не хватило времени. Здесь вот такие вот заросли, наверное, росли какого-то бурьяна. Я не знаю, что это, похоже на крапиву. Пыталась я тут раскрутить доску на компостном ящике, но вот с этой стороны было, видимо, накидано с осени. И, в общем, ну, видно, да, в каком-то состоянии всё это, ничего там не перегнило. Надо будет назад доску эту вернуть. И, в общем-то, мне написали в комментариях очень дельный совет по поводу того, что я говорила, что хочу законсервировать вот этот компостный ящик. Больше сюда ничего не складывать из растительных остатков, потому что идёт неприятный запах, слишком близко к теплице. И предложили просто сверху засыпать землёй и посадить какие-нибудь тыквы или кабачки. Мне эта идея очень понравилась. Как раз я думала, куда мне посадить кабачки. И мне кажется, неплохая такая идейка посадить их вот в этот ящик. Что я сейчас хочу сделать? Я хочу сейчас здесь всё убрать. Все эти вот растительные остатки, которые тут уже есть вокруг вот этого ящика, сложить их внутрь. Всё это утрамбовать. Ну и в дальнейшем, когда подойдёт время высаживать кабачки, ещё рано. Я думаю, что это минимум ещё недели через три нужно будет делать. Натаскать земли, принести там перегноя, чего-то ещё. Ну, в общем, всё как положено. Затянуть чёрной тканью, чтобы не прорастал сорняк. Сделать отверстие и, в общем-то, посадить эти кабачки. Я думаю, что я их на рассаду, наверное, посажу. Потому что были случаи, когда я сажала, и у меня почему-то они не прорастали. При том, что семечки тоже пропадали. Видимо, какие-то либо насекомые, либо, не знаю, мышки уносят эти семечки. И они, в общем, потом не прорастают. Поэтому посажу на рассаду. Ну, и здесь, наверное, штук 6-8 кабачков в этой гряде поместится. Я сажаю кабачки такие, которые кустовые, некоторые вьются. Прямо просто кустиком растут. Я думаю, что будет неплохо. Но для начала нужно здесь, конечно, всё облагородить. Здесь вот когда-то я что-то высаживала из цветов. Что-то типа дельфиниумов. Но думаю, что их тут, наверное, уже будет даже не найти в этих зарослях. Если даже там они сохранились, что маловероятно. Ну, и здесь вот нужно убрать эту лавочку. Какие-то тут банки стоят с закатками, с старыми, непонятными. Всё это повыкидывать. Здесь также с этой стороны немножко убраться. Ну, и там уже дальше в зоне огорода. Здесь более-менее порядок. Нужно будет кусты подстричь. Вот крыжовник уже прям совсем проснулся. Листики. Один всё-таки куст у меня замёрз. Он в прошлом году подмерзал. И в этом году, по-моему, он окончательно замёрз. Нужно будет раскорчёвывать. Ну, к кустам чуть попозже вернёмся. Буду, наверное, в эту сторону двигаться. Разбираться потом будем вот с этой кучей. Тоже мою идею с тыквами многие поддержали. Сказали, будет отлично. Нужно будет её немножко разровнять. Сделать более плоской. Ну, и также сверху нужно будет земли принести и затянуть всё это чёрной тканью. Вообще здесь вот всё я хочу застелить чёрным укрывным. Чтоб вокруг кустов сорняки тоже не росли между ними. Потом что-нибудь можно высадить. Какие-нибудь, не знаю, перцы или что-то. В прошлом году у меня тут перцы, по-моему, росли. Но не очень хорошо. Они в открытом грунте. Ну, что-нибудь может быть. Даже не знаю. Надо подумать. Вот, в общем, план такой. И вот там у меня ещё клочок свободной земли. Либо буду продолжать клубнику высаживать. Либо, ну, нужно тоже подумать, что там посадить. Ну, и дальше перейдём на грядки, если хватит времени. В общем, приступаю к работе. Начинаем вот с этой стороны разгребать вот эти все заросли. Субтитры сделал DimaTorzok Так, в общем, борюсь тут с этими зарослями. За компостным ящиком было обнаружено вот такое вот добро. Это формочки для тротуарной плитки. Я их брала у двоюродного брата. У него во дворе всё вот такой вот плиткой сделано. Он сам заливал. И, в общем, здесь такое хорошее количество. Ну, больше 20 штук этих плиток. Можно сразу большую партию заливать. Я, конечно же, хотела этим заняться. Застелить потом этой плиткой вот там, где у меня навес. Где зона отдыха. Было бы, конечно, очень круто. Но пока вот они лежат, к сожалению, без дела. Никак руки до этого не доходят. У меня нет бетономешалки. Бетономешалки, поэтому вот как-то всё я откладываю, откладываю. На самом деле, можно такой хорошей партией один раз залить. И сразу будет готово там, условно 20 плиток сделать один замес бетономешалки. Не так уж это всё и долго. Но, тем не менее, нужно этим заниматься. Обнаружила их вот здесь вот. Сейчас сложила в тачку. Отвезу в сарайчик. Надо бы, конечно, их по-хорошему помыть. Они там немножко залежались. Ну, в целом, всё с ними хорошо. Ничего не произошло. Они из пластика сделаны. Короче, вот такие классные формы. Ну и, значит, что? У меня тут сложность какая возникла? Сложность возникла в том, что у меня здесь заросли крапивы. Вот эта вот крапива вдоль теплицы. И она, дело в том, что лезет туда, внутрь теплицы, на гряду, которая возле стенки. И я совершенно не знаю, как с ней бороться. Думаю, сейчас попробую здесь повыкапывать корни чуть-чуть. Но это бесполезно. Крапива, она такая, на самом деле, вредная. Её вывести довольно сложно. Попробую, в общем, сейчас тут повыкапывать корни. И закрою, наверное, чем-нибудь. Либо картоном надо закрыть, либо какими-то тем же самым укрывным. Ну, как-то постараться так, чтобы она... Не давать, в общем, ей вырастать вот до такого состояния. Она потому что разрастается, начинает залазить в теплицу. На грядке постоянно я её там выпалываю. Вот я сейчас вспомнила, что в прошлом году вдоль стены у меня постоянно лезла крапива. Короче, надо как-то от неё избавляться. А так, в целом, всё почистила. А так, в целом, всё почистила. Ещё вторая проблема у меня именно вот в этом месте. Здесь такая вот какая-то зона, в которой растёт репей. Но с ним, как бы, какая задача? С ним я борюсь. Каждый год я его скашиваю, скашиваю. И вот в какой-то момент осенью, вот я один раз не скосила, и вот он опять нарос. Но вот эти сейчас шишечки, это, естественно, семена. Их, конечно, нужно было убирать раньше. Но вот эти вот сейчас кусты, они довольно хорошо вырываются. И, конечно, по-хорошему сейчас бы всё это повырывать и сжечь, чтобы он тут дальше не размножался. Не знаю, как бороться, но вот здесь вот прям поляна этого... Именно вот только в этом месте такая вот полянка. Это неподалёку от теплицы. Тоже нужно, конечно, с этим что-то делать. Вот, задача номер два. Наверное, я его весь повырываю, сложу в кучу. А лучше перетаскаю в бочку и сожгу, чтобы он у меня тут снова не размножался. Потому что видно, что вот он, конечно, уже не такой сильный, как был там в самом начале. Здесь прям лопухи огромные. Он вот такой вот уже маленький. Но, тем не менее, тоже очень живучий. И избавиться довольно сложно. Бесполезно это всё перекапывать. Он всё равно отрастает. Короче, тоже сложно бороться с этим сорняком. Ну и размножается он, конечно, в неимоверных количествах. Если допустить хотя бы раз того момента, что он дорастёт до вот этих вот шишечек. Такие вот дела. Сижу вот сейчас, отдыхаю в своей свежеиспечённой зоне отдыха, так сказать. Хотела сказать про наколенники. Я в них второй день уже хожу. Всё делаю. Просто вот как выхожу на улицу, их одеваю. И, можно сказать, даже не снимаю, не мешают. Очень классная вещь. Рекомендую. Не только беременным. Потому что неудобно стоять на корточках. Удобнее присесть на колени. Вообще, мне кажется, всем это будет удобно. Как мальчикам, так и девочкам. Я не знаю, почему я раньше себе не приобрела такую вещь. Стоили они, по-моему, рублей 400. Сделаны из какого-то такого вспененного материала. Сзади здесь вот такие вот ремешки. И застёгиваются просто на липучки под коленками. Вообще классная вещь. Буду пользоваться. Спасибо большое за рекомендацию. Не помню, к сожалению, кто написал комментарий. Но кто-то из девочек мне порекомендовал. Как раз писали, что в период беременности нужно было тоже на огороде заниматься всякими делами. И вот эти наколенники очень спасали. Я также искренне рекомендую. Вещь очень классная. Сегодня уже понедельник. Сейчас время 10 часов утра. В субботу я занималась вот здесь вот уборкой за теплицей. Но, к сожалению, не закончила. Сегодня, наверное, буду продолжать. Пошёл дождь, хотя его не обещали. Вчера, в воскресенье, погода была как бы такая очень странная. Было тепло, 24 градуса. Но дул ужасный ветер. Всё летало по участку. Я не выходила, ничего не делала. Ну, плюс ещё было вчера вербное воскресенье. Ну, решила, что не буду работать. В общем, сегодня нужно будет здесь закончить. Сейчас на улице 5 градусов всего. Холодно. Есть небольшой ветер. Ночью был вроде как минус. Я вот каждое утро иду в теплицу. И думаю, жива ли моя питунья. Вот, у меня здесь такой вот парничок в теплице. Каждую ночь я его укрываю. Утром открываю, смотрю, что да как. И каждый раз думаю, жива ли у меня здесь всё. Потому что ночью бывает до минус 4. Здесь я вот насеяла астры. Пока ничего не взошло. Смотрим, что вроде питунья жива. Так вот каждый день. Открываю, смотрю. Вроде бы всё хорошо. Я, кстати, уже рассадила все черенки, какие у меня были. Вышло у меня где-то, наверное, штучек 150. Ну, в общем, так вот они выглядят на сегодняшний день. Вот это были самые последние. Те, которые были постарше, они уже выглядят вот так вот. Немножко тут сорнячок у меня начал прорастать. Ну, это потому что моя земля, и там прорастает лебеда, по-моему. В общем, ничего страшного, это всё можно прополоть. Вот так вот выглядит питунья, которая постарше. Вот это были вот последние череночки. Буквально два или три дня назад я всё дорассаживала. Здесь у меня вот таким ковром навсходили бархатцы. Нашла на клумбах, у меня было прикопано дельфиниумы. Мама мне привозила в прошлом году, я их никуда не высадила. Увидела три горшочка прикопанных, не поняла, что за горшочки. Вижу, что что-то зелёненькое проклёвывается. Занесла в киплицу, и они вот уже так вот проснулись, начали подрастать. Тоже, в общем, стоят здесь. Ну, и тут я вот астры посеяла и цинии. Как бы астры сею второй раз. Я показывала в одном из роликов семена, которые у меня уже давно лежат, года два или три, наверное. В общем, они не взошли. Я ждала-ждала, они не взошли. Я купила снова семена астр в таком количестве. И ещё увидела цинии и решила тоже посеять. Не знаю, возможно, я поздно это делаю. Но посмотрим, что из этого выйдет. Стоят в теплице. В общем, ждём, когда прорастут. Наверное, тоже сколько? Дня три или четыре назад я их посеяла. Пока ничего, никаких сходов не видно. Вот так вот обстоят дела. Сейчас ещё гладиолусы покажу. Я вот даже не знаю, открывать мне сегодня эти все растения. Не, не открывать, потому что на улице холодина. Вот здесь гладиолусы у меня взошли. Погода у нас очень странная. Я вот вышла, сняла предыдущий фрагмент. Начался дождь, потом начали пролетать снежинки. Сейчас вроде бы стало более или менее. Я решила переместиться вот на эту сторону теплицы. Как бы здесь немножко за ветром. И вот какая мысль меня посетила. У меня вот здесь вот есть такой кусочек земли от теплицы. В общем, здесь вот проход между гряд, точнее, между теплицей и грядами. И вот этот вот кусочек земли. Я здесь два года подряд высаживала острые перцы. И высаживала я их просто вот так вот в землю. Перекапывала по два, по три раза за сезон. И все равно вот таким вот образом здесь все зарастает. Я не знаю, почему так происходит. Но самый парадокс в том, что вот я каждый раз копаю. И каждый раз такое ощущение, что это просто вот целина у меня здесь. Никогда не было перекопано. Вот так вот все это затягивает. А вот эти вот грядки высокие. У меня из двух высоту две доски. То есть 30 сантиметров. Немножко они заглублены. И самый парадокс в том, что я их вообще никогда не перекапываю. То есть их не нужно перекапывать. Да, появляются какие-то сорняки. Но земля, можно видеть, какая она мягкая. И ничего здесь перекапывать не нужно. Она с легкостью, вот обычной такой вот штучкой, рыхлится. И я, конечно, задумываюсь все больше о том, чтобы здесь вот тоже сделать такую вот эту грядочку. Точно так же, как вот здесь вот, да. Оставить здесь проход сантиметров 50-60. Ну, как вот между грядок у меня сделано. И здесь вот так же оставить проход и сделать вот такую во всю длину теплицы. У меня 8 метров. Сделать грядочку. И высаживать, может быть, здесь не перцы. А какие-нибудь цветы я бы стала. Вот видите, сколько я сорняков накопала. Это только то, что я смогла достать. А здесь росли перцы. Они успешно плодоносили. Все прекрасно. Хорошо они себя здесь чувствовали. У них был капельный полив. Единственное, не было никакого ни ткани, ничего. То есть я их просто пропалывала. Вот. Ну, вот столько сорняков нарастает. На грядах такого, конечно, нет. И у меня, кстати, что по поводу этих высоких гряд. Тоже пишут всякое разное. Я вот не понимаю людей, у которых ассоциации с какими-то кладбищами. Это все понятное дело, что это полный бред. Еще часто вижу такие комментарии, что из досок это все быстро сгниет. Придет негодность. Лучше делать из плоского шифера. Вот из такого, как у меня сделано основание у теплицы. Ну, вот этот вот соколь закрыт плоским шифером. Из этого же шифера делать гряды. А еще вариант из оцинковки делать. Но вот я читаю отзывы и как-то не особо довольны владельцы грядочек из оцинковки, нежели из доски. Так вот, я что хотела сказать. У меня гряды сделаны из доски 25 миллиметров. Это дюймовка. В две доски высотой. Здесь вот такие маленькие грядочки по 2 метра длиной. На той стороне у меня, по-моему, по 4 метра длинные гряды. И вот за все 4 года, в первый год, ну, четвертый сезон, получается, сейчас будет. В первый год, когда я сюда приехала, на участок здесь была вообще целина, ничего не было. Вот просто был ровный клочок земли. Я начала закладывать огороды. Вот эти гряды были самые первые. За эти все года первая поломка случилась вот в этом году. Не знаю, что произошло. Ну, в общем, вот. Просто доска отошла. Ее нужно будет сейчас заменить саморезы. Отошла доска. Ничего нигде не сгнило. Все остальные гряды стоят, прекрасно себя чувствуют. Я бы их, конечно, немножко подкрасила. Потому что покрашены они были также в первый сезон. Вон та гряда вот недокрашенная ее делала я чуть позже. Вот эти гряды я делала в прошлом году домики. Ну, они, понятное дело, замечательно стоят. Тоже здесь вот так немножко сорнячком поросло. У нас была такая затяжная осень. Уже как бы, ну, урожай был весь убран. Но, тем не менее, погода позволяла еще вот нарасти сорняку. Ну, так в зиму уходил. Вот. Ну, и вот эти гряды. И вот эти гряды точно так же. Вот эти были сделаны в первый год. Вот эти четыре. Вот эти были сделаны в позапрошлом, по-моему, году. Вот так они прекрасны. Здесь у меня чесночок. Сходят вот бульбочки. Нужно прорыхлить его. Вот. И, собственно, вывод я могу сделать какой? Полная. Это все ерунда. Не слушайте никого. Касательно гряд из доски. Если, конечно, позволяют финансы, можно сделать из пятидесятки или из сороковки. То есть взять доску потолще, как у меня сделано вот на входной клумбе. Вот. Ну, можно видеть. Здесь вот у меня на входе такая вот треугольная гряда сделана из пятидесятки. Вот. Ну, я просто здесь не поскупилась. Сделала из пятидесятки. Вот эта простоит лет десять точно. Ничего с ней не случится. Не сгниет она. Никто ее не съест. Никуда она не денется. Ну, и с дюймовки, в принципе, тоже неплохо гряды стоят. Вот, получается, четвертый сезон. Первая вот какая-то поломка произошла. Но это вообще абсолютно не страшно. Поэтому, учитывая все плюсы, я хочу здесь тоже сделать вот такую длинную гряду. Чтобы вот просто взять весной, прорыхлить эту землю. Убрать этот сорнячок какой-то мелкий. И без проблем гряда готова к тому, чтобы на нее что-то высадить. Вот это перекапывание по три раза за сезон мне, конечно, вообще не нравится. Ну, и ладно. Раз уж я тут на огороде начала за эти гряды, еще хочу сказать тогда уж про дорожки. С дорожками тоже разные эксперименты я провожу. Значит, в прошлом году, до этого я вообще ничего не делала. У меня была просто вот голая земля. Вот примерно таким вот образом. Вот просто вот так вот земля была. Вот, вот так. И я ходила здесь, постоянно полола сорняки. Постоянно месила эту всю грязь, чтобы там полить огород или пойти что-то сорвать там после дождя. Нужно было одевать резиновые сапоги обязательно, потому что вот по этой грязи ходить абсолютно невозможно. Да, земля здесь утаптывается, но тем не менее сорняк все равно растет. В прошлом году я поняла, что я устала вот этим заниматься, и я хочу, чтобы было чисто. Я начала застилать черные ткани, все тот же самый спамбонд. Прикрепляю его грядом с помощью степлера, ну и здесь пробиваю вот этими дюпелями для изоляции. Совершила я некоторую ошибку касательно вот этой коры. Да, это на мой взгляд красиво, хотя пишут, что это мусор. Ну, кому-то не нравится, кому-то нравится. Какая ошибка касательно коры? Все это выглядело красиво. В принципе, это неплохо выглядит и спустя год. Просто можно было бы немножечко подосвежить, да, еще подсыпать где-то. Но произошла непредвиденная ситуация. Ну, точнее, может быть, она была и предвиденная, просто я, допустим, этого не ожидала. Что произошло? Вот в тех местах, где лежала просто ткань, то есть без ничего, без коры. Ну, вот, например, в той части огорода, да, вот где лежит просто ткань. Ну, или опять же вот возле дома, да, много где застелено вот этой черной тканью. Все замечательно. В каком-то месте сорняк там пытался поднимать эту ткань, но это ненадолго. Он пытается прорасти, потом у него не хватает сил, и он как бы угнетается и перестает расти. Что произошло в тех местах, где я насыпала коры? Произошло то, что в эту кору попались семена. Ну, либо они были сразу притащены вместе с корой, либо они уже попали впоследствии, там ветром их принесло. И на коре начал прорастать сорняк, вот этот вот пырей. Он не так страшен, может быть, как другие виды сорняков, но мне вот это все не нравится, вот это здесь поляна непонятная. Получилась, в общем, такая вот ситуация, что и коры практически не видно стало, какой-то травой все заросло. И, в общем, я приняла решение, что я буду все это убирать. Кору куда-нибудь складывать, не знаю, куда я ее дену. Может быть, вот здесь на цветники сложу, она потом со временем перегниет. Но, в общем, суть в том, что на дорожке вот эту кору я больше сыпать не хочу. Вот видите, как все заросло сорняками. Ну, именно вот этой вот травой, я не знаю, как она там называется. И она проросла именно сверху, то есть это не снизу выбилось. У меня здесь не было раньше вот вообще такого вида травы. Здесь у меня росли вообще одуванчики, репеи, ну вот такое вот что-то. Сейчас вот так вот какой-то у меня тут типа газон вырос. В общем, буду это убирать. Вот эти участки придется перестелить. Здесь нужно будет, получается, собрать максимально кору, ну, с помощью веерных граблей. Сорвать ткань старую, ну, или повырывать сорняк. И сверху, ну, может даже вообще ничего не делать, просто собрать кору. И сверху еще одним слоем черной ткани застелить. И оставить просто вот так вот черную ткань, ничего с ней не делать. Тогда сорняков не будет. Ну, и в оставшихся частях огорода, там, где я не постелила еще ткань, тоже нужно будет доделать. Вот здесь вот тоже, видите, была насыпана кора. Ну, вот где-то здесь вот дорожка хорошо, в принципе, выглядит. Нет таких сильных сорняков. Здесь вот тоже. Вот здесь, например, вот не было, не хватило коры. Ну, вот нет ни одного сорняка. Видно, да? Вот здесь вот по краям чуть-чуть выбился сорняк. Но это вообще никак неизбежно. Просто там где-то, видимо, скобы, степлера отсоединились и вылезли чуть-чуть сорняки. Ну, в целом, вот. Вот здесь вот все хорошо. Видите, какая чистая дорожка. И самое, что интересно, то, что после дождя здесь также приятно ходить. Нет какого-то ощущения, что ты идешь по лужам, по какой-то грязи, слякоти. Все чисто и комфортно. Ну, и сорняка нет.